Традиционно начинаем обзор недельных событий с обзора ситуации по коронавирусной инфекции. Судя по всему, эта проблема никуда не делась, хоть и изрядно поднадоела населению нашей страны и всего мира. Однако в этой сфере начинаются какие-то новые события, и потому обойти их вниманием мы никак не можем. Напомню, что вот уже несколько недель Башкортостан занимает 14 место по количеству заболевших в Российской Федерации по данным ресурса Коронавирус Монитор. На прошедшей неделе министр здравоохранения Республики Максим Васильевич Забелин с тревогой отметил возросшее количество заболеваний и заражений в домашних условиях, как он это назвал. И он предполагает, что вахтовики, вырвавшиеся на свободу, начали безудержно общаться с престарелыми родственниками и заражать их коронавирусом. При этом Максим Васильевич не удосужился объяснить, как же так получилось, что вахтовики, которые отбыли обсервацию в течение 14-21 дня, вышли на свободу и начали заражать окружающих. В общем и целом, это, конечно, очень похоже на какую-то отмазку и отговорку. И тревожно то, что даже наша башкирская статистика, что теперь звучит уже как анекдот, и то она подводит Максима Васильевича, ставит его в очень неудобную ситуацию перед Федеральным Центром в том смысле, что заражаемость и зараженность коронавирусной инфекцией в Башкирии стремительно растет. На прошедшую неделю, в минувшую пятницу, был поставлен опять отрицательный рекорд 119 зараженных за один день. Такой цифры вообще не было за всю историю этой пандемии. В целом, количество заболевших в Башкирии составило 3727 человек, выздоровевших 1286, количество умерших декларируется, подчеркну это, Минздравом Башкирии на уровне 18 человек. Уже нескончаемое количество фактов и историй в сети и в СМИ появилось о смертях от коронавируса, которые как будто бы не вошли в статистику Забелина. Все меньше и меньше доверия его данным именно в этой части. Тут уже и про фельдшеров больниц, и про многих других рассказывают довольно-таки подробно и убедительно истории о том, что эти люди погибли от коронавирусной инфекции, но не входят в статистику смертей. Тут, конечно, Максим Васильевич вступил на тонкий лед. Как говорится, впереди у него голосование и парад победы, позади у него Москва, а на столе у него вот эти печальные цифры по заболеваемости коронавирусом. И, судя по всему, фактическая ситуация еще хуже, чем та, которую мы видим в этих статистических таблицах. Ну, собственно, график заболеваемости последних несколько дней показывает фактически подъем инфицирования коронавирусной инфекции. Мы видим, что за последние 3-4 дня идет этот график резко вверх. Результат ли это отмены ограничений, которые были сняты в предыдущий период, или еще каких-то событий, мы до конца не знаем и, наверное, никогда не узнаем, но факты налицо. Еще одна проблема, связанная с COVID-19, это пресловутые выплаты врачам. Вопреки утверждениям Забелина, который из раза в раз на каждой оперативке заклинает начальство о том, что все выплачено, все довольны и счастливы, на самом деле, вероятнее всего, это не так. На прошедшей неделе мы получили письмо от сотрудников Белорецкой ЦРКБ, которые нам сообщают, что не все выплаты были осуществлены тем, кто работал в режиме штатного планового приема больных. При этом врачи, которые к нам обратились с этой жалобой, они указывают, что согласно постановлению правительства Российской Федерации за номером 415 от 2 апреля 2020 года, этим категориям врачей полагаются дополнительные выплаты и существенные выплаты. И вот в ЦРКБ Белорецкой они эти выплаты не получили. Отмазки там настолько виртуозные, что уже даже как бы становится не смешно. Но администрация заявляет, что, ну, на вопрос о том, почему не выплачены эти деньги, заявляет, что федеральный центр перечисляет деньги пофамильно. И вот якобы тех, кто, ну, кто вот такие вопросы задает, их в этих списках не было. Позвольте, те, кто хоть сколько-нибудь понимают механизмы межбюджетных трансфертов, знают прекрасно, что никаких фамилий, естественно, там быть не может. И это валовые перечисления, причем там суммы с шестью, с семью нулями приходят в Минфин, и никаких фамилий, естественно, там перечислено не может быть. Это вам не Нобелевская премия и даже не государственная премия Российской Федерации. Тут финансирование, бюджетное финансирование. Ну, я не знаю, как дальше будет это развиваться. Хватит ли смелости медикам Белорецкой ЦРКБ, либо других больниц, где такая ситуация происходит, выступить с открытыми заявлениями, жалобами там в адрес своего начальства или руководству Минздрава Республики Башкортостан. Но, собственно, ситуация сохраняется. И вот это вот недовыплаты, они на самом деле есть, вопреки убеждениям и утверждениям господина Забелина. Во многом наш сегодняшний выпуск будет состоять из материалов, которые мы получили от своих зрителей и подписчиков. Много сегодня будем говорить о долевом строительстве и конфликтах на стройках в Уфе и в Республике. Но хотелось бы вначале рассказать о тех неприятных, на самом деле, и неприличных историях, которые случились в политическом пространстве Республики на прошедшей неделе. Начнем с вице-премьера правительства Республики Башкортостан Ленары Ивановой, которая стремительным образом накапливает негатив, который, в общем-то, адресован, естественно, в адрес всего правительства Ильична Хабирова. Я говорю для начала о той истории, когда она заявила там свое недовольство и возмущение нежеланием одной из женщин работать за 18 тысяч, которые ей предложили в МФЦ. Ленара Хакимовна прямо взорвалась возмущением, что, дескать, мы так облагодетельствовали тут народ и предлагаем целые 18 тысяч зарплаты, а они отказываются за них работать. Вот негодяи. Но все, как говорится, в мире относительно. Для кого-то 18 тысяч – это крупная сумма, а для Ленара Хакимовна, например, это стоимость бутылки виски, которую члены правительства регулярно потребляют на приемах. Видимо, та женщина, которой была предложена вот эта 18-тысячная зарплата, рассуждала сходным образом и потому отказалась. Но Ленар Хакимовна не остановилась на этом своем достижении в плане очернения светлого образа правительства Республики Башкортостан. И на прошедшей неделе стало известно, что это не просто единичное нахальство и хамство, а вообще в работе госпожи Ивановой существуют системные фундаментальные сбои. Я говорю о том, что некоторые центры занятости, которые оформляют безработных, на данный момент не могут выплачивать им пособия, того нищенского пособия, которое они с боем должны получать и выцарапывать у государства, доказывая то, что они безработные. Так вот даже этих грошей они получить не могут. Речь идет о центре занятости в Аскарово, откуда изданию ПРУФА подтвердили то, что есть проблемы с выплатами безработным пособия и что в определенный период времени это пособия не получаются безработными. Но тут уж совсем это, как говорится, за гранью разумного. Дело в том, что федеральный центр, безусловно, перечислил все деньги, на которые была выдана заявка со стороны Министерства труда, социальной защиты и прочей любви к населению республики, и ровно на эти деньги могли бы рассчитывать безработные. Тут два варианта событий. Либо внутри Министерства и в Минфине что-то не сработало и деньги не дошли до необходимых расчетных счетов, либо госпожа Иванова отвратительно исполняет свои обязанности и не может прогнозировать и вовремя подавать эти заявки в федеральный центр, соответственно, не получая эти деньги из федерального бюджета. В общем, конечно, в этой сфере надо наводить порядок, надо прекращать вот это увлечение слежкой за всякими разными москвичами и приезжими работниками с севера, надо заниматься своей непосредственной деятельностью, вопросами труда, занятости и социальной защиты. Еще одной скандальной и безобразной историей, на мой взгляд, на прошедшей неделе стало явление Шамиля Валеева в эфир «Эхо Москвы». Рассуждая и пытаясь объяснить все проблемы республики сразу, Шамиль Валеев зачем-то заговорил о ситуации вокруг заражения медиков и пациентов в РКБ имени Куватова. Общеизвестно, что эта история, конечно же, тяжелым грузом лежит на репутации и руководства республики в целом, и на Минздраве республики Башкортостан. Мне совершенно непонятно, почему эта история так беспокоит вот этих вот агитаторов штатных и нештатных со стороны властей в республике, но тем не менее Шамиль Валеев пустился в длинные путанные объяснения, почему так получилось и почему никто здесь не виноват. В этот раз Шамиль изобрел новую теорию заговора. Противореча своему патрону Ростиславу Мурзагулову, он выдвинул новую теорию заговора в том смысле, что развил ее до абсолютного абсурда. В этот раз Шамиль Валеев объяснил вот эту вспышку заражения РКБ имени Куватова тем, что якобы существовала какая-то война поставщиков медицинского оборудования. И вот эти зловредные поставщики, врачи-убийцы, видимо капиталисты без стыда и совести, они устроили так, что в РКБ несколько сотен человек заразилось и какое-то количество людей даже умерло от COVID-19. Ну, полет фантазии Шамиля Валеева общеизвестен. Он раньше в далеком прошлом был известным и вполне себе успешным публицистом. Теперь он свои таланты тратит вот на подобные выдумки и отмазки. Я вообще недоумеваю, честно говоря, зачем было снова поднимать эту тему, но вот Шамиль взялся. Многие рассуждают о том, что именно Шамиля Валеева готовят нам на место госпожи Панчихиной в качестве руководителя общественной палаты Республики Башкортостан. В определенном смысле я приветствую подобное решение, хотя бы в том смысле, что пора, конечно, госпожу Панчихину менять, потому что, ну, никакая это не общественная палата, особенно под ее руководством. У меня параллельно вот с этим выступлением Шамиля на Эхе Москвы возникает вопрос. Ну, зачем же нам так сильно разорванный пополам, причем сзади, нужен вот такой руководитель общественной палаты, настолько дискредитированный заранее вот таким поспешным исполнением политических заказов, что, ну, пожалуй, что это будет очень неприлично. Хотелось бы, чтобы на этот пост пришел человек, минимально запятнанный в отношении вот этих вот спецзаказов со стороны властей, особенно информационных властей Республики Башкортостан. На прошедшей неделе резко обострилась ситуация вокруг конфликта ПСК-6 строительной компании Андрея Носкова и жителей дома по улице Шата Руставели номер 5. Напоминаю о том, что там происходит. Уже несколько недель там разгорается конфликт между строителями и жителями окрестных домов. И суть конфликта в том, что господин Носков вознамерился построить точным образом 34-этажное здание среди пятиэтажек и девятиэтажек. Место там, конечно, достаточно плотно застроенное, но Носков человек талантливый и нашел место для застройки. Как будто бы все документы в мэрии у него оформлены и все безупречно, по крайней мере, так говорит мэрия. Однако соседний со строительной площадкой дом по адресу Шата Руставели номер 5 внезапно начал разваливаться. Трещины в доме достигают ширины 7 сантиметров. Это не может не пугать местных жителей. И вот уже возникло две версии происходящего. По версии жителей, дом трескается, разваливается и грозит обрушиться, похоронив под своими обломками жителей. Происходит это по причине строительства вот этого огромного 34-этажного здания, которое пытается возвести господин Носков. Вторая версия, версия власти, версия Носкова и версия мэрии заключается в том, что сам по себе дом по Шата Руставели номер 5, вот эта девятиэтажка, был построен с нарушениями, ошибками проектирования и так далее, и так далее. И вот теперь он, странным образом, именно в момент начала строительства небоскреба начал разваливаться. Но вот эти дефекты и разрушения конструкции никак не связаны с замечательной деятельностью господина Носкова. В общем, вот эти две версии как бы обсуждаются, но, однако, обсуждение уже перешло в достаточно горячую фазу. На прошедшей неделе началась голодовка жителей вот этого дома, голодовка протеста с требованием прекратить строительство. Более того, произошел уже рукопашный конфликт между строителями, либо людьми, связанными каким-то образом с этой компанией. На строительной площадке произошла потасовка, были там какие-то даже повреждения, там какие-то синяки и ссадины, которые были впоследствии продемонстрированы всем желающим. Женщины легли перед движущейся техникой, останавливая трактора. В том числе в их компании была одна из женщин, которая была очевидным образом беременна. В общем, все это перешло в такую достаточно уже жесткую агрессивную риторику. Не очень удачно получается у городских властей гасить этот конфликт. Был прислан там какой-то начальник по строительству попытки уладить конфликт, однако разговор шел на повышенных тонах, жители требовали каких-то 7-минутных решений. В общем, конечно, этот конфликт, он, наверное, первый после коронавирусной в этой области, но очевидно, что не последний. Пружина недовольства жителей городскими властями сжимается. Все это происходит на фоне достаточно загадочных процессов с принятием генплана развития Уфы. Вопреки обижательствам и обещаниям Хабирова, которые звучали в последний год-полтора, точечная застройка в Уфе продолжается. Ну, флагманом вообще всех процессов, связанных со строительством в Уфе, продолжает быть господин Носков, и он же, в общем-то, вовлечен вот в этот конфликт на Шатаруставили номер 5. Я понимаю, у меня 9-й день. Дай бог сейчас, вот что-то случится. Ну, встань, встань, встань. Вот беспредел, а. Встань, встань, встань. Играет музыка. серьезный скандал разгорается в мэрии уфы и это не только мое мнение но и некоторых больших изданий республики и речь идет о стройке менделеев 128-1 как ни странно речь идет совсем не о том что строительство там не ведется что уже 11 лет дом стоит недостроенным и новый застройщик не торопится исполнять свои обязательства речь идет о странной манипуляции которая происходит с активами мэрии муп с ztn который является теперь застройщиком этого несчастного объекта и который получил возможность построить рядом с этим волшебным менделеевским треугольником еще жилье для продажи так вот этот муп с ztn дабы оптимизировать свою деятельность в далеком прошлом породил некую ложку под названием службы заказчика так вот была предпринята повторная попытка утратить контроль со стороны мэрии над этим о каким-то загадочным и весьма кудрявым образом было проведено обсуждение того что целесообразно было бы продать часть уставного капитала этого ложки частником дабы увеличить уставной капитал и якобы улучшить состояние этой ложечки это ложечка она на сто процентов принадлежала муп с ztn и теперь предлагается согласно какой-то совершенно невнятной оценки в 51 миллион продать контрольный пакет владения этой ложечкой частным лицам конкретно с айдашеву рустаму маратовича персонажа весьма примечательному свое время этот человек принял довольно таки активное участие в строительных процессах города уфы и вот теперь претендует на владение этой ложечкой казалось бы зачем ему это нужно странные процессы с дольщиками там вот эта стройка зачем в это было все ввязываться однако журналисты раскопали такую интересную вещь что становится понятно зачем господину сайдаш его вот эта ложечка дело в том что пока по неподтвержденным данным и будем считать это предположением господин сайдашев довольно таки крупно задолжал этой ложечки что-то около ста миллионов называют журналисты за должности со стороны рустама маратовича вот этой ложечки и теперь он вознамерился купить ее за 25 ну совершенно понятно что если он станет владельцем этого предприятия сам у себя он наверное денег не попросит кроме всего прочего непонятна судьба тех неочевидных активов которые есть у мупс и т.н. и у службы заказчика я говорю о том что этой непростой структуре мэрия все еще должна деньги за строительство детского сада более того на это созвездие предприятий подвешено обязательство по достраиванию например секции d менделеев 128 дробь 1 и именно этому созвездию предприятий отдана на откоп вот этот вот достаточно лакомый кусок земли на котором идет достаточно быстрое строительство нового здания понятно что квартиры там будут продаваться что будет с деньгами совершенно непонятно в общем вот это странная непонятная с неочевидной выгодой для мэрии операция по передаче активов сейчас все еще происходит не знаю насколько она остановлена правоохранителями и обратили внимание на нее следственные органы и контролирующие органы однако дольщики пресловутого менделеевского треугольника весьма обеспокоены тем что если государство и мэрия утратит к контроль над вот этими предприятиями которые призваны спасти эту стройку которая призвана реализовать те активы которые есть у дольщиков у пайщиков этого дома а там действительно есть активы в виде коммуникаций и прямых задолженностей то тогда но перспектива достраивания этого менделеевского треугольника точно приблизится к нулю в общем вот подобное беспокойство есть более того сама схема вот этих вот имущественных операций внутри мэрии вызывает массу вопросов в общем нужно обратить на это внимание и нужен по моему повышенный контроль со стороны прокуратуры и следственных органов за теми процессами которые происходят в мэрии складывается такое ощущение что господин мустафин но полностью утратил контроль над теми процессами которые идут вне области его личных интересов как я и обещал мы продолжаем обзор ситуации на объектах долевого строительства на прошедшей неделе мы получили информацию еще по нескольким объектам и сегодня о них поговорим стала понятна ситуация по крайней мере ситуация на данный момент со строительством на объекте серебряный ручей в деме это один из крупнейших объектов недостроя долевого строительства на прошедшей неделе состояло заседание суда по банкротству у крона застройщика этого объекта однако суд не состоялся фактически а только открылся и закрылся и перенес заседание аж на 8 августа 2020 года столь длинный перенос начала рассмотрения дела конечно слегка возмутил дольщиков напомню что 22 человека подали иск о банкротстве у крона много споров и рассуждения о том насколько перспективно или не перспективно схема решения проблемы объекта долевого строительства через банкротства дольщики во многом разделились на части во мнении об этой ситуации кто-то говорит что банкротство это путь в никуда кто-то говорит что только через банкротство можно получить ресурсы вот этого фонда содействия гражданам попавшим в затруднительную ситуацию в связи с долевым строительством однако напомню что сам по себе этот фонд в общем-то весьма разочаровал своей своей бездеятельностью дольщиков по сути ни одна из проблем ни один из объектов республики не был решен при помощи этого фонда но разговоров об этом было много та схема которая предполагалась ранее по поводу выхода из ситуации по серебряному ручью судя по всему полностью уже отвалилась я говорю о проекте хабирова по выкупу бизнес-центра салават юлаев это очень громко звучало это было преподавалось как некое гениальное решение руководителя который нашел выход из затруднительной ситуации однако сейчас тихо-тихо и незаметно эту тему слили напомню что почти год вот эта гениальная идея хабирова о выкупе бизнес-центра салават юлаев подавалась как панацея как спасительная значит программа по выводу вот этого строительного комплекса серебряный ручей из кризиса и теперь все это дело отменилась отменилась по-тихому и многие предполагают что здесь были мотивы абсолютно корыстные и речь идет о том что вместо бизнес-центра салават юлаев за те же примерные деньги был был выкуплен другой бизнес-центр который находится рядом с быгу вот это красивое странное здание с голубой башней есть предположение о том что к перемене этих планов имеют отношения господин сидякин и стрижнев которые кровным образом заинтересованы в продаже вот этого недостроя но общем разговоров много однако дело мало бизнес-центр у кроны никто выкупать не собирается сами застройщики продолжают убеждать дольщиков что они способны достроить этот объект однако не слышно совершенно никаких аргументов и никаких данных дольщики уже люди потерявшие всякую веру в любые обещания и им как говорится вынь да положь обоснование этих обещаний однако со стороны кроны конечно этих обоснований на данный момент особенно не слышно есть только уверение в том что мы можем достроить вот на какие деньги можем достроить и почему до сих пор этого не было сделано в общем то объяснение не поступают дольщики жк реверсайт литер 2 прокомментировали ситуацию на своем объекте следующим образом они полагают что идет какая-то буйная имитация деятельности каждый день на стройке появляются 5-6 человек которые изображают работу однако в плане выполнения объемов строительных работ ничего не движется они написали петицию хабирову которую хабиров переправил госком строительство республики башкортостан в общем все эти бесполезные бумажки ходят кругами дольщики постепенно закипают и только вот эта вот история с коронавирусом пожалуй что останавливает многих от решительных действий однако коронавирус не вечен рано или поздно эта проблема либо будет снята либо будет забыта и недовольство возмущения дольщиков конечно выплеснется наружу я не знаю насколько сильной будет эта вспышка но практически по всем объектам я фиксирую готовность людей каким-то акциям каким-то голодовкам каким-то значит массовым мероприятием и они уже в открытую об этом говорят но кроме всего прочего масла в огонь подливают собственно и сами власти вот очень смешную или трагическую историю мне рассказали дольщики с к квартал известно что многие группы обманутых дольщиков пытаются решать свою проблему через правоохранителей не без основания усматривая в действия застройщиков некие криминальные действия да то есть когда-то где-то выведены деньги где-то просто похищены средства и так далее дольщики полагают что правоохранители ну готовы и должны помогать им как людям в общем-то столкнувшимся с предполагаемым преступлением так вот дольщики с к квартал не рассказали такую комичную историю они обратились в обэб ну теперь это называется наверное не обэб а как-то иначе в общем структуру мвд которая занимается борьбой с экономическими преступлениями обман дольщиков в области строительства не иначе как является экономическим преступлением так вот на их обращение с просьбой расследовать предполагаемое преступление на их строительном объекте был получен ответ такого содержания из которого было понятно что полиция не может и не будет расследовать это дело потому что обвиняемые либо подозреваемые в этом преступлении не предоставили достаточных доказательств этого преступления полиции ну то есть вы поняли да то есть тех кого обвиняют в преступлении не удосужились подтвердить свое участие в этом преступлении полиция теперь разводит руками и говорит что ничего поделать нельзя но вот подобный цинизм в работе с обращением с этими несчастными и обманутыми конечно только усиливает напряжение и пожалуй что ну недалек тот момент когда дольщики всех или многих объектов а их очень много в республике башкортостан придут к выводу что обращаться к властям им уже нет смысла и нужно и необходимо действовать самостоятельно довольно часто и не без ехидства нас спрашивают о том какой толк в нашей деятельности какие результаты приносит наша деятельность зачем вообще нужен этот канал действительно результаты не всегда бывают очевидными не всегда бывают сиюминутными однако есть и приятные исключения буквально одну-две передачи назад мы упоминали о какой-то катастрофической ситуации с дорожным покрытием на шахшинском мосту и вот буквально накануне стало известно что мост отремонтирован что меры приняты и ситуация существенно улучшилась я не знаю относится ли это к нашей деятельности напрямую и так господин морзаев среагировал на критику либо это запланированные работы и просто вот так все совпало однако факт остается фактом дорогу на шахшинском мост мосту отремонтировали я очень этим доволен напоминаю что раз в две недели я провожу стрим прямое общение с нашими подписчиками делает проходит на нашем же канале просто подключитесь и вы получите возможность через чат задавать вопросы я отвечаю практически на все из них за исключением те которые не читаем и либо несут нецензурную лексику завтра воскресенье 7 июня в 20.00 состоится 10 стрим всех приглашаю поговорим на те темы которые возможно я упустил в своих выпусках задавайте вопросы можно присылать их заранее любым удобным для вас образом в общем увидимся завтра в 20.00 в 20.00